Россия – огромная страна с 11-часовыми поясами. А это значит, что когда ее западные окраины спят, Восток уже вовсю бодрствует. Вот и сегодня, 18 марта в Славянске-на-Кубани, избирательные участки по московскому времени откроются через 20 минут. Тогда как в Владивостоке люди уже вовсю участвуют в главных выборах страны. Перед тем, как открыться на участке, была проведена традиционная процедура опечатывания урн для голосования. Еще до 8 утра у двери избирательной комиссии номер 4201 собралось много жителей Кубриса, которые не желают оставаться в стороне от важного политического события страны. Мы вчера ранее в Ташке, рано стоим. Хотелось бы отдать долг нашей России и нашей стране и с чистой совестью идти на работу. Ровно в 8.00 двери избирательного участка 4201 открылись, чтобы самые ответственные граждане смогли с самого утра выразить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за кандидата, который, по их мнению, лучше остальных справится с ролью лидера России. Сегодня наш участок 4201 распахнул гостеприимно свои двери для всех избирателей, которые примут участие в выборах президента Российской Федерации. Надеемся, что явка будет у нас высокая. Всех ждем. У нас на улице жарят шашлык. Приходите. Всех рады видеть. В первых рядах проголосовать на участок пришел ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Начиная с 1991 года, когда наша страна впервые избирала своего президента, Василий Васильевич ни одного раза не пропустил этого события. Когда во время Великой Отечественной войны почетный гражданин Славянска-на-Кубани и Славянского района сражался за Днепр, штурмовал Севастополь и Кенингсберг, освобождал Крым, Белоруссию и Прибалтику, он думал о светлом будущем своих детей, освобождаемых от фашистов. Сейчас, в мирное время, он заботится об их будущих не с автоматом, а с избирательным бюллетенем в руках, активно принимая участие в главных выборах страны, в выборах президента. Также это обязанности, во-первых, каждого гражданина отдать голос за справедливо, за хорошего кандидата в президенты. Поэтому я всегда хожу и выбираю, считаю, что это польза для всего нашего народа. И каждый гражданин обязан идти голосовать. Как это так? Это же наше будущее, нашего государства, нашего народа. В основном с самого утра идут голосовать люди пенсионного возраста, которые привыкли вставать по заранку, и люди работающие, которые, несмотря на трудовой график, видят важность своего участия в выборах президента. Мы заступаем на смену и нужно проявить активную гражданскую позицию, приехать проголосовать. Вы всегда ходите на выборы? Почему? Ну, стараюсь. Ну, чтобы не просто сидеть около телевизора, обсуждать, а проявить как бы на деле все это. Мария Климова, Георгий Калинин. Специальный выпуск «Выборы-2018». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова